Здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале. И в этом видео хочу вам показать то, что я выкидываю. Выкидываю те средства, которыми я больше пользоваться не хочу. В том, в чем я разочаровалась. Это не пустые баночки, где-то совсем много осталось. Первое, что я выбрасываю, это вот эту особую серию. Я в прошлых видео показывала уже. Эти два средства я приобрела в магазине Светофор за 29 рублей. Ну и что следовало ожидать от этой цены? Это ужаснейшая шампунь и бальзам. Бальзам вообще ничего. Просто ноль. Просто вообще ни о чем. Это ладно. Но что касается вот этой вот шампуня, это вообще ужас. Волосы просто как мочалка. Просто сухущие. Я даже описать не могу, какие волосы этот шампунь делает. У меня муж попробовал и говорит, выкидывай ее. Просто бери и выкидывай сразу же, чтобы она в ванной больше не стояла. И вот я выкидываю. Я помыла голову, разочаровалась супруг. Все, мы это выкидываем. Даже нечего жалеть за такую-то цену. Далее я выкидываю вот это средство от Эрифлейм для интимной гигиены. Оно у меня уже валяется давно. Я его уже давно хотела снять, рассказать о нем. Мне оно не подошло. Оно мне не понравилось. Оно не подошло. Оно вызвало у меня раздражение. Далее. Следующее, что я выкину, это лосьон от Avon Skin So Soft. Нежный с шелком. Мне оно вообще не нужно, казалось. Я вообще не понимаю, для чего эти лосьоны. То, что, например, кожу сушат. Лучше для меня это кремом пользоваться. Крем масла для тела, крем для рук. Вот я сейчас, например, постоянно очень пользуюсь вот такими кремами для рук. Они у меня уходят моментально. А для тела тоже использую крема какие-то, спрейчики увлажняющие. То есть это бесполезная вещь для меня. Также еще лосьон, который для меня бесполезен оказался. Это Avon Naturals Body Carry. Лесные ягоды и масло ши. Ну, попользовалась я им немного на руки, на шею. Тоже мне не особо понравилось. И я с ним распрощалась. Далее мне попадается крем. Такой крем. Немаленький. 250 мл. От Ery Flame. Тоже он мне вообще не подошел и не понравился. Вызвал аллергию. И я вам его бы не посоветовала. Я его брала для массажа. Мы любим вот крема такие, где 400 мл. У нас 400 мл быстро уходит. Вот от Avon Cream. Он отличный. Кеа. Он нам подходит. Но этот же 250 мл, даже меньше, чем 400, мы его даже допользовать очень долго и давно не могли. Вот так вот он выглядит. Такая консистенция у него. Нет, нет, нет. Так что я его даже жалела, жалела, но я его выкидываю. Выкидываю я такое вот средство. Это средство для лица очищающее. У меня было вот это средство, тоже очищающее для лица. Им еще я попользовалась раньше, когда я начала впервые пользоваться косметикой Avon. Да, оно гораздо лучше, чем вот это. Но у этого оно пенится на лице. Оно вообще какое-то, не знаю, мне оно не понравилось. Я бы его не посоветовала. Если вам захочется что-то попробовать, то вот это вот лучше, чем это. Ну, у каждого ведь свои взгляды, правильно? Дальше мне попадается дезодорант Cherish. Тоже я с ним прощаюсь. Потому что все-таки я поняла для себя, что я не люблю шариковый дезодорант. Либо спрей дезодорант, либо сухой. Но не шариковый. Также я ему попользовалась недолго и не хочу больше. И следующее, что я выкидываю, это вот такой крем Кеа. Пчелиноматочное молочко. Очень хороший, увлажняющий, питательный крем. Да, он отлично справляется с сухой кожей. Очень хорошо ее вылечивает. Но просто я его выкидываю, потому что он мне уже надоел. Там, наверное, где-то вот половина тюбика, даже чуть меньше. Просто уже надоел. Для меня лучше вот такие крема. Еще такой вот с желтеньким, желтенького цвета. Он мне еще больше понравился. Но это уже в фаворитах расскажу. Также у супруга выкидываем дезодорант. Как и у меня Cherish. А у него, в общем, вот такое название. Не буду коверкать. Мы не любим шариковые. Дальше я выкидываю два вот таких масла. Это вот Evolar. Масло репейное. У меня тут осталось его. Масло репейное с крапивой. Этими маслами я пользовалась. Делала маски для волос. Добавляла масло. Касторовое еще добавляла. И бальзам для волос. У меня никакого эффекта. Это не дало. Ничего хорошего с волосами, с моими, не происходило. Я хотела делать маски для роста волос. Но мне это не подошло как-то. Наверное, нужно использовать какое-то другое масло. Быть может, кокосовое или еще какое-то. Я, в общем, не знаю. Дальше выкидываем такой вот дезодорант от Avon. Он редает. Мне эти дезодоранты нравятся у Avon. Но именно не этот. Этот сильно приторно пахнет. От него запах. И он удушает даже этот запах. Именно вот этот я не советую. Какой-то другой, там, розовый или еще то, да. Но не этот. Дальше покажу маски. У меня их две. Одна от Faberlic, другая от Ariflame. Эта маска скручивается. Вообще ничего не делает. Просто это не маска. Мне она не понравилась. От Faberlic у меня даже пошли покраснения от этой маски. Тоже она не подошла и вызвала плохую реакцию. Это ароматная земляника от Beauty Cafe. Тоже ее не советую. Следующее. Выкидываем такие бальзамы для губ. Это Avon Care Color Trend, извините, с малинкой. Она у меня вся изломалась и какая-то не особо такая приятная оказалась. Мне она не понравилась. А вот эта, это я не знаю, мне, по-моему, прислали ее от Avon просто так. Это вот такая засохшая, какая-то сухой бальзам. Я не знаю, что это. Я с ним просто ничего не делала. Это какая-то ерунда. Я его выкидываю. И выкидываю я такие вот тени. Вот. Они у меня лежали, лежали. И они мне абсолютно не нужны. Я привыкла краситься нормальными тенями, но не влажными, не такими. Для меня оно не подошло. Просто я его не могу не советовать, рекомендовать. Просто не подошло и все. И расстаюсь с помадкой от Faberlic. Не той новой, которую я заказывала, а вот постарей. Которая вот такая вот, в таком она состоянии. Она плохо ложится, она масляная какая-то, она ломается вообще. Какой-то косяк сейчас происходит с помадами от Faberlic. Это мне вообще не подошло. Сейчас я дала помаде Shams, которую новую недавно заказывала. Не знаю, пока по действию вроде нормальная. Может у них что-то изменилось. Может они стали лучше делать помады. Но не знаю. Посмотрим и в пустых баночках я вам расскажу. Или даже потом.